Добрый день. Я очень благодарна ребятам сейчас за воспроизведение пуска жизни Георгии Михайловича. Я благодарна руководству, которое организовало память. Я благодарна Вячеславу Франасевичу Веселову, другу, который с 50-х годов они шли вместе, два отличника. Олегу Петровичу Мухину, который был рядом с ним, многие будут помогать. Я благодарна семье Масмарских, которую Георгий Михайлович любил боевать в гостях, потому что Релочка зимой доставала где-то корюшку и всегда его кормила. Для него питание после голодовки, военной, после танковой полетов, пищи соответствующие, власть от того, что это энергия жизни. Я благодарна вам всем. Я благодарна прежде всего судьбе. За это счастье по 40-летиям мы были вместе. И вот в этой книге, которую сейчас ребята цитировали, она была написана как бы на дыхании, но ночами. Когда приходила Георгий Михайлович после своей службы, деяний дневных, и приходила дочь с работы. И писали до 3-4 утра. А утром каждый бежал на работу. Здесь правда жизни. Но в этой книге, вот последняя страница, написала, ну как бы не я, а кусочек сакральной жизни, который вот когда человек настроится, он говорит, напиши страницу, напиши, говорит, кусок жизни. О личном известно много. А вот о сакральной жизни практически нет. И так как я врач космической медицине, и моя сакральная жизнь начиналась, когда я еще была студенткой на третьем курсе, приехала домой к родителям, готовится к экзамену, включая телевизор, и показывается лицо Георгия Михайловича, космонавта, я даже еще не поняла фамилию. Нештатная ситуация, пожарная станция, а человек улыбается. А после этого фильм «Последние видео». И вот это что-то емкнуло у меня. Потом я занималась многие годы подготовкой космонавтов в центре. И Георгий Михайлович не входил в этот экипаж. Но был первый международный конгресс, это были 80-е годы, и Георгий Михайлович вот заболел, температура под 40. Он ему подошел, Валерий Поляков, и говорит, Валера, говорит, мне так плохо, говорит, а меня пригласили на свадьбу, говорит, сходи за меня. Он говорит, да ты помогу себя, говорит, здесь есть, говорит, и коллега моя, говорит, мы с ним вместе, говорит, изучали восточную медицину. Он на тебя поднимет, говорит, за сутки. И подвел ко мне. И говорит, вы можете мне помочь? А я его посмотрела в глаза, а вы мне верите? Он так, да, конечно. И вот это я, конечно, Вера человека, да, за сутки удалось поднять. И говорит, нас отправили, ну как, мне надо было в госпиталь, там, нас повели в эту правительственную поликлинику. Я говорю, надо проделать определенные процедуры. И через час подъехал начальник главка и говорит, я вас не могу, Георгий Михайлович, отпустить, у вас температура под 40. Он говорит, да нет, говорит, у нас доктор, она меня сейчас поможет. Говорит, вы, пожалуйста, дайте нам градусник. И этот начальник главка говорит, нет, градусник мы вам дать не можем. Это Георгий Михайлович, смотря мне в глаза, говорит, Георгий Михайлович, только не оставляйте меня здесь, только не оставляйте. И тогда тот начальник говорит, напишите расписку, что вы за него отвечаете. А это были 80-е годы, вы сами представляете, какую ответственность. И я написала, я же не думала, что на всю жизнь. Но у Георгия Михайловича была такая позиция, если он ставил какую-то цель, все, он ее достигал. Ну и вот так вот в судьбе вместе мы появились. Но на юбилей Георгии Михайловичу подарили первое заявление, которое он писал в 62-м году в космос. Значит, в этот день, когда он работал на энергии, был фильм «Последний день». А он его настолько любил, что не мог не пойти, и он убежал с работы. А в этот момент Сергей Павлович собирал кандидата в космонавты. Георгий Михайлович пролетел. И когда он пришел и про это узнал, у него такое отчаяние, и он написал заявление. Вот копия есть, я ее передаю в музей. Он настолько волновался, что Сергей Павлович написал начальнику предприятия, товарищу Королеву Сергею Сергеевичу. Вот начальника группы отдела, 17-го, Георгия Михайловича, год рождения, 31-й, член КПСС. Женат, имеет двое детей. Прошу зачислить меня в группу космонавтов, проходящую предварительную подготовку. Я готова отдать все свои силы и знания, а если потребуется, то и жизнь, в тело покорения космического пространства. Я полностью сознаю трудности, опасности этой работы, но только в ней вижу смысл своей жизни. Это 15 июля 62-го года. Вот этот смысл, цель, и к этой цели он шел до 75-го года. То есть, сила этого человека настолько, это было многогранное, что постигнуть его будет, наверное, еще не одно поколение. Это нереально. Я как свидетель это говорю. Мы приезжаем, допустим, он любил читать лекции, его приглашали. Вот приезжаем в Аргентину, корона, пенится, все, хорикейн проходит. Говорит, ваше пожелание, Георгий Михайлович, когда мы после работы. Он говорит, поехать на рыбалку? Они говорят, да нет, у нас неделю. Это, говорит, неделю будет непогода. Опять он говорит, поехать на рыбалку. Но третий раз, когда он сказал, поехать на рыбалку, они уже не могут не выполнить его просьбу. На следующий день прекрасная погода, солнце, мы едем на рыбалку, а у них не заправлены вот эти катера, и они там бегают, суетятся. Они же знают, что этого быть не может. И вот я так свидетель говорю, всю жизнь, первые три дня, когда бы он, куда бы я приехал, погода всегда была прекрасной. То есть необычная способность, если человек, оказывается, была всем. Если он начинал говорить, он всегда говорил как по писану, но он не мог писать. Но когда у него были слушатели, у него открывался канал, и никогда не надо было, практически никаких исправлений не было. Внутреннее такое состояние было. Но когда на лекциях он был, вот я врачка по космосу, занималась системой жизнеобеспечения, системой аварийного покидания, системой медицинского контроля. Он всегда на своей лекции говорил, а теперь будет говорить моя жена. Потому что он считал, что технический прогресс вышел на такой уровень, да, мы уже можем 3D печатать притором органы, но вот это внутреннее, духовное, разве это можно передать? И он считал, это уже падение цивилизации. Человек должен внутренне открыться, внутренне развиваться. Я занималась исследованием как раз сверхвозможности человека, еще дополнительная такая работа, сознательно-эволюционной энергии. То есть все вокруг нас, эти магнитные волны, мы еще до конца не можем обозначить, что там ходит в них радиоактивно. Все это имеет разумное начало, план и сознание. И вокруг человека тоже есть эти энергетические поля. Это как, считайте, упрощенно, матрешка в матрешке в матреске. Первый план – это физическое сознание. Второй план – это витальное, то есть чувственное сознание. А третий – ментальное. Это то, что вокруг человека, и каждый план имеет свое время. А внутри есть центр, а еще есть планы. Разума, надразума, сверхразума. Когда человек выходит в эту внутреннюю свою тишину, я говорю, опять же, очень важно вот это, то, что умел Георгий Михайлович интуитивно войти в эту внутреннюю тишину в себя, внутрь. И тогда он уже знает, что происходит там. Дети маленькие, это привет, он на Дальнем Востоке. Я возглавляю космос, у нас нештатная ситуация. Руководитель дает задание всем специалистам в течение 20 минут продумать, принять решение, доложить. А мне звонят из музыкальной школы, что там девчонка пришла, зачем вы привели. Я говорю, не нужно ей ходить, маленькая девочка. Она дочь приносила копы и приносила ноты. И вот это вот, что ваш ребенок, куда вы водите, у меня ступор. Я иду на ковер, и я не знаю, что я должна ответить генеральному, а нештатной ситуации. Тогда не было Мобильникова. Это были 70-е годы. Он мне звонит из Дальнего Востока и говорит, да, я подхожу, и начальник нашего руководителя говорит, Людмила Кирилловна, вас, минуя секретаря на генерального конструктора, телефон из Дальнего Востока, Юрий Михайлович. Он говорит, это вас. Не могу же я при всех рассказывать о своей проблеме. А он говорит, что у вас там происходит? Что у вас в Москве происходит? Я говорю, у нас все нормально. И в этот момент какой-то открывается краник. Я знаю, что мне надо сказать в этой ситуации технической. Это вот Георгий Михайлович. Кап, он управлял. Что он делал? Так вот, вот эта плазма, о которой я говорю, которая вокруг человека, которая внутри человека, она имеет свои поля. И вот начальник 7-го института Пономаренко сейчас на открытой конференции говорил, что если человек в нештатной ситуации в космосе за несколько секунд может провести 10 операций, то есть он управляет временем, если он пошел на внутрь, если нет, происходит печальная ситуация. То есть есть его, существует. Я почему об этом так подробно говорю, что вы, молодое поколение, что вы, зная физику, математику, химию, будете изучать вот это внутреннее. Мы называли это Богом, это не важно, как назвать. Это та энергия, которая есть в человеке, ей надо научиться управлять. И тогда не будет вот этих войн или всяких катапризмов. И чтобы дойти туда, это та суть, о которой он говорил, человек должен быть правдив.